Зонтик на завязке Зонтик на завязке Зонтик на завязке Любое изделие мы начинаем с построения выкройки или схемы Для этого сначала снимаем мерки Я буду взять на кукленку Другого малыша у меня в наличии нет Вяжу на куклу Берем метровую ленту головы малыша И измеряем размер шапочки У меня 37 см Записываю окружность головы ОГ37 Длина изделия Длина изделия определяется либо по уже имеющейся шапочке, которая подходит малышу, либо мы сейчас с вами померим Вот окончание шапочки на затылке через всю голову и вот так вот до лба, где я хочу видеть шапочку Вот собственно это минимальный размер Естественно он делится пополам Получается длина изделия 12 см Это минимальный размер, он может быть немножко больше, но напишу 12 см Длина изделия 12 см, окружность головы 37 см Все, больше пока мне модель не нужна Выбрали рисунок Вы можете вязать тем же рисунком, который я вам покажу Можете выбирать совершенно любое другое оформление шапочки Можно вязать из той пряжи, которую я буду вязать Будет мисезонный такой вариант Это детский акрил, пехорка Я вяжу Вы можете брать хлопок, это будет летняя шапочка Шерсть, это будет зимняя шапочка То есть вы выбираете эту пряжу, которая вам на данный момент по погоде нужна для малыша У меня петельная проба То есть я записываю, что вязать буду на пятой плотности, чтобы не забыть обязательно И моя петельная проба 2,4 петли, 4,8 ряда Это проба моего рисунка Теперь определяемся с тем, что мы будем вязать Как именно? Начинаю вязать сверху То есть не снизу, как обычно шапочки вяжутся, а с макушки Потому что на макушке мы с вами оформляем Я не назову это короной, я не назову это бантиком Это такая замена помпона будет Начинаем вязать с нее Поэтому и рисовать шапочку буду сверху вниз Сначала мы с вами оформляем вот эту вот самую замену помпона По большому счету это всего лишь подгиб Большой подгиб Но я его сделаю не простым, а подгиб пико Будет у нас такой красивый подгиб Причем смотреть какой высоты подгиб можно прямо на вязании На вязальной машинке посмотрю И прикину насколько мне его Насколько большим я хочу его видеть Но с другой стороны я могу прикинуть и на голову малыша Что больше четырех сантиметров например Ну максимум пять сантиметров Больше делать его не стоит Поэтому подгиб будет Ну четыре с половиной Берем среднюю длину Так это будет подгиб пико Видите это все делается на глаз Вы смотрите какой высоты вы хотите Вот эту вот замену помпона Насколько большой он у вас будет Может быть Дальше вяжем саму шапочку Это прямое полотно пока Вот мои двенадцать сантиметров Но учитывая что я еще буду делать обвязку Обвязка будет небольшая Где-то полтора сантиметра Пускай будет одиннадцать Шапочка одиннадцать И обвязка где-то полтора сантиметра Но она в расчет не идет Потому что она вывязывается уже отдельно Это будет завершающий этап Вот наша шапочка И плюс к этому Здесь у меня середина У меня будут ушки вывязаны Ищем место ушек Я смотрю где у меня лучше начинать ушки Вот в центре лба Ушки вот в семь сантиметров от центра Могут начинаться ушки Значит семь И дальше какой Так семь где-то тут И ушки где-то тоже семь сантиметров Должны быть Семь Семь И все что останется пойдет На заднюю часть головы Поэтому Смотрим Здесь у нас Тридцать семь сантиметров Делим пополам Это семнадцать с половиной Минус четырнадцать Три с половиной То есть получается Ушко у меня семь сантиметров Семь лоб Семь ушка И три с половиной Пойдет После уха На прямой участок По спинке То есть ухо Ну так где-то тут заканчивается И до центра головы Где-то да Три с половиной сантиметра И получается Все Вот собственно так Мы посчитали с вами В сантиметрах нашу шапочку Сейчас берем калькулятор И рассчитываем Петли ряды Калькулятор 37 петель Умножаем на 2,4 петли Ой-в-ви-в-ви Умножаем на 2,4 На 2,4 Равно 88,8 Пишу 88 4,5 Это само собой Ткак 11 Множаем на 4,8 52,8 52 Все. Больше мне пока здесь ничего не нужно. Подгиб пико 4,5, ну это примерно 4 на 4,16, но 20 рядов. Подгиб пико будет 20 рядов. 52 ряда у меня сама шапочка. И потом, после этого, вывязываю ушки и завершаю оформление шапочки вывязыванием обвязки. Пико, обвязка, ушки. И очень красивый рисунок серединки. И опять же, вяжем шапочку тем рисунком, который подходит для погоды. Не делаем все это на будущее, вяжем прямо сейчас. Сейчас связали буквально за пару часов и будем с вами носить. Так, теперь такой момент. Подгиб, обвязку я буду делать через... В зависимости от того, толщина обвязки будет зависеть от того, сколько у меня будет петель. Потому что она должна быть симметрична, кратна какому-то либо 2, либо 3, либо 4. Поэтому, сколько у меня петель получится в итоге, я буду смотреть, насколько широкая у меня получится обвязка. Потому что недопустимо, чтобы какая-то деталь, одна петелька была 3 петли, вторая 4. Такого быть не должно. Поэтому с обвязкой будем разбираться после того, как разберемся с рисунком. Подгиб пико, с ним никаких проблем нет, он просто идет через углу. А вот рисунок очень интересный. У него раппорт 8 петель, но выставлены петли должны быть так, чтобы когда мы сошьем шапочку, не было никакого сбоя рисунка. Поэтому сейчас вот эти вот 88 петель мы будем корректировать. На самом деле, 1-2 петли в ширине шапки роли не играют. Зато мы с вами спасем рисунок, у нас не будет никаких сбоев. Поэтому сейчас берем машинку и начинаем распределять наш рисунок. И смотрим, насколько, исходя из того, что у нас получилось, количество петель, какую обвязку мы можем делать. Что из них мы будем корректировать дальше, либо петли, либо обвязку. Берем машинку, достаем на ней 88 игл и смотрим рисунок. Подойдет нам такое количество иголок или не подойдет. 88 петель по расчету. Я сейчас буду смотреть на 44. Вот у меня 44 петли. Не забываю каждый раз, что когда я вяжу какое-то изделие, если оно идет не по кругу на двухфонтурной машине, то мне нужно добавить петельку на сшивание с каждой стороны. То есть вот эта вот иголка в работе в рисунке никогда не принимает участие ни в каких рисунках. Она вывязывается обычной кулиркой и идет вот этот петельный столбик на сшивание. Мы не за протяжечку сшиваем, за весь столбик, чтобы сшивание было хорошим и достаточно плотным, чтобы не было видно шва. Итого у меня получается 45 петель. Смотрим по рисунку. Несмотря на то, что эта петелька добавленная, у меня получается 2 петли работают, 1 не работает, 4 работают, не работают. 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1. Вот такой рисунок. 2, 4, 2, 4. 2, 1, 4, 1, 2, 2. И смотрим до конца. Главное не сбиться, потому что сейчас у нас идет самый ответственный момент, подбор количества петель. Ориентируюсь на наш рисунок. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Так, а у меня в итоге, в конце, если здесь я начала с 2 петель, так, почему, почему, 2, да, то вот здесь у меня должно закончиться на 4. Тогда 2 петли я просто убираю с работы. Иначе, так, рисунок такой, что если здесь у меня начинается с 2 петель, то последнее должно оставаться 4. Я буду убирать петельку в сторону. Останется 2 здесь. И одна запасная, убираю там. Остается 1 на сшивание и в итоге 2 петли. То есть, получается, что вот эти 4 петли, с одной стороны должно быть 2, другой 4. Иначе рисунок будет сбит. Поэтому 2 петли лишние я убираю. В итоге у меня получается не 88 петель, а 86. Мы убрали 2 петли. Могла 2 добавить. Тут уж все зависит от рисунка. Я не хочу, чтобы он прервался, сбивался. Поэтому корректируем на рисунке. 86 петель. Для пико проблем не будет представлять никаких. 86 петель. Смотрим, на что у нас делится. 86 петель. 86 петель. 86 петель. 86 петель. 86 петель ни на что не делится, кроме как на 2. 87 петель. Значит, мы будем делать обвязку по 2 петельки. Будет такая вот очень бодрая обвязка. Вы увидите, как она делается и будете ориентироваться уже на то количество петель, которое будет у вас. На вашей шапочке сможете по аналогии делать обвязку более толстую, более объемную. Но я сделаю обвязку такую рыхленькую, потому что иначе у меня количество петель не совместит мне и рисунок, и обвязку. Получается, что я должна чем-то жертвовать. Мы сделаем более тоненькую обвязку. Она будет такая кружевная, волнистая. Для такой хорошенькой шапочки вполне подойдет. То есть 2 петли. И, в общем-то, ничего страшного. Все. Все петли ставим в работу. И теперь такой момент. Я буду делать начало края пико. То есть подгиб пико у меня будет выполнять обязанности помпона нашего. Поэтому я сразу убираю иглы через одну. И опять, смотрите, крайняя петелька идет на сшивание. Она никуда не девается. Смотрим, совместится ли у нас тут все. Да, все нормально. Крайняя петелька идет на сшивание. Она никуда не девается. Получается, 2 петли с одного края, 2 петли с другого края. Вот эти вот иголки пойдут на сшивание. Поэтому берем сейчас и начинаем вязать. Кому как удобно. Если вам удобно начинать вязать, обвивая иглы, обвивайте. У меня машинка с ручной прокладкой. Самый удобный способ начала вязания – обвив. Если у вас машина с грузиками, обвив вам не подходит, вам нужно бросовую ниточку. Вспомогательной нитью набирайте несколько рядов, провязывайте один ряд катушкой и начнем вязать. Я сейчас так и сделаю. Провяжу несколько рядов вспомогательной ниточкой, один ряд катушечной для того, чтобы неудобно было надевать петли на иголке и начнем вязать. Провязала несколько рядов вспомогательной ниткой. Теперь беру катушечную, желательно лапсановую крепкую, которая просто так не рвется, и контрастного цвета, чтобы на петлях было хорошо видно. У меня сиреневый будет подгиб и белая катушечная ниточка. Провязываю один ряд. Оставляйте хвостики подлиннее. Причем даже если у вас машинка с нитеводом, необязательно вдевать эту катушку в нитевод, можно подержать ее рукой. То есть рука на небольшое количество рядов можно использовать руку вместо нитевода. Очень удобно. Необязательно вдевать во все эти усы ниточку ради одного ряда. Теперь у нас вот здесь болтается ниточка. Оставляйте ее подлиннее, потому что она может, если оставите короткую, у вас может распуститься вязание. Чтобы никуда ничего не потерялось, можно даже подхватить. Если надолго оставляете вязание вот такое вот с открытыми петельками, подхватывайте вспомогательную нитку и катушечную, у вас тогда точно никуда ничего не разъедется и не развалится. Все, начинаем вязать счетчик обязательно. Потому что, если мы будем вязать простой подгиб, неважно количество рядов, там плюс-минус один, это никому не повлияет ни на что. Если же мы вяжем какие-то сложные вещи, как подгиб пико, зубчатые подгибы, что угодно, какие-то оформления полосочками, нам обязательно важно, чтобы обе стороны подгиба были абсолютно одинаковы. Даже один ряд даст очень нехороший сбой. Поэтому счетчик, ниточка рабочая и вяжем, как мы с вами посчитали, 20 рядов. Вяжем 20 рядов на всех иголках через одну. Можете ниточку оставить подлиннее с краю, потому что этой ниткой можно и зашить этот подгиб. Потому что мы уже будем пришивать шапку этой ниткой и зашьем. 20 рядов. И еще такой момент. Когда мы вяжем такие вот подгибы, как подгиб пико, он, видите, идет через иголочку, мы можем рабочую плотность сделать чуть-чуть поплотнее, на пол единички, на единичку, у кого как позволяет счетчик. Я основную шапку буду вязать на пятой плотности. На четырех с половиной я вяжу подгиб, потому что очень рыхлое вязание. Можно даже на четырех. Вязание через иглу очень рыхлое, чтобы не было совсем уж тут так рыхленькое. Плотность сделаем поплотнее на единичку. Вяжу на четверке. 20 рядов на четвертой плотности. И так далее 20 рядов. И останавливаемся. Провязали 20 рядов через одну углу. Теперь начинаем выполнять, собственно, подгиб пико. Надо при этом учесть, что сейчас будет достаточно большое натяжение нити нашей, поэтому, если у вас плотное вязание, один ряд для выполнения вот этого подгиба провяжите на свободной плотности, чтобы было куда растягиваться наши пряжи. Итак, эта петля у нас не участвует в работе. Берем петельку и две соседние петли насаживаем на одну. Все назад. И вот так же две. Довязали 20 рядов. Теперь начинаем, собственно, пиком выполнять. Если у вас достаточно такая плотная вязочка была, один ряд на момент выполнения самого подгиба, пересадок, выполняете более рыхлой плотностью, для того, чтобы не было сильного натяжения. Итак, берем среднюю иглу между двумя иглами, стоящими в работе, и пересаживаем на нее петли. Петли назад. Итак, получается, что мы забираем из заднего положения иглу и на нее насаживаем две петельки. С двух на среднюю. Получается, что у меня одна игла держит на себе две петли. И впереди, ставлю вперед, три иглы пустых назад. Пересаживаю между, вот, две иголочки беру, между ними свободная иголка, пересаживаю на нее петельки. Делаю пустыми три иглы. Три иглы пустые назад, одна с петельками вперед, чтобы не путаться и не мешало нам. И таким способом пересаживаю все петли на соседние иголки, стоящие в заднем нерабочем положении. То есть я беру из заднего положения иглу и навешиваю на нее петельки. Это подгиб пико. И так до конца, до конца полотна пересаживаю все петли на соседние. Таким способом, таким образом, пересадили все петли. У меня осталось две петельки, но, в общем-то, тут не важно. Мы зашьем, и вот этот шов все равно, вот эти петли сгладится, сколько бы у вас тут игла не оставалось, главное, чтобы одна оставалась точно на сшивание. Остальное, как получается. Итак, теперь все иголки у нас там стоят в заднем нерабочем положении. Берем, почему же, почему же, вот это я должна пересадить, конечно, потому что три, три иглы, да. Берем каждую среднюю иголку и ставим в рабочее положение. То есть мы все равно получаем вязание через иглу. И ставим все иголочки, которые у меня стояли там, через три иглы стояли. Сзади я среднюю из них забираю в рабочее положение. У меня все вязание идет через иглу. Ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. Видите? Но в связи с тем, что у нас произошел вот такой вот сдвиг, интересная вещь происходит. У меня, видите, работали одни иголки, теперь работают другие. Вот здесь вот одна, она пойдет на сшивание, и ажур получается. Получила свое вязание. И теперь совершенно спокойно вяжу 20 рядов. Вот как я провязала в начале 20 рядов, все убрала, теперь вяжу вторую часть. 20 рядов. Получается, что я просто буду провязывать эти 20 рядов на других иглах. Но это те же 20 рядов, вторая часть подгиба. Каретка с этой стороны, нить тут же, ничего не меняется. Можно было провязать один ряд соединительный, другим цветом, отделочку сделать. Ряд до пересадки, пересадка и ряд после. Отделочным цветом. Было бы еще ярче, еще интереснее. Я этого делать не стала, поскольку уже не провязала. И сейчас не буду. Провязываю 20 рядов. Раз и еще 19. Провязали. Провязали подгиб. Вот он получился, совершенно очаровательный подгиб. Видите? Такие вот большие достаточно отверстия. Они у нас образуют такие хорошие-хорошие большие зубчики. Это подгиб пико. Теперь уже есть варианты, как оформлять дальше. Можно все петли надеть на иглы и вязать рисунок, какой вы себе хотите на шапочке видеть. Можно вязать, как я буду делать, потому что нам нужно оформить отверстие, в которое будет продеваться шнурок. И мы это можем сделать сразу, как только надеваем петли, а можем делать за пару этапов. Я это буду... Ой. Сразу делать не буду. Надеваем петли. Эти вот свободные, они очень хорошо видны. Белая катушечная ниточка прекрасно выделяет эти петельки наши свободные на свободные иглы. То есть я могу поставить в переднее положение все иглы, которые у нас работали. И те, которые у нас освобождаются, не освобождаются, а должны работать. На которые мы должны надевать петельки в рабочее положение. И получается, что игла стоит раз. Два. Я отлично вижу эти петельки, потому что благодаря катушечной ниточке. Бросываю нить, не снимаю вспомогательную. Я ее сниму после того, как надену все петли. Иначе мне будет тяжелее их ловить. Раз. Два. До конца вязание очень хорошо оттягиваю полотно, если немножко потянуть. я отлично вижу эти петли. После этого могу свободно просто выдернуть катушечную нить. И у меня подгиб будет готов. Очень все просто и легко. Катушечная нить при вязании любых подгибов, когда мне нужно получить хорошо видные открытые петли, просто незаменимо. главное не брать чистый хлопок и очень тонкие нити, которые могут порваться. Потому что машина она железная, она с большой силой все это натягивает. Если ниточка будет тоненькая, она просто порвется. И вязание потеряется. Поэтому нить хорошую, которую тяжело порвать руками, она для машинки очень даже подойдет. так до конца надеваем все петли на занятие. Надели и теперь могу вытащить катушечную нитку. Я тут ее привязывала, отвязываю и тяну ее. Вот она и порвалась, но это не важно. Так, главное не вытянуть иголки. Петли не снять с игол. и вытянуть катушечную нитку. Отрывается очень-очень легко. Все. Нитку сняли, вспомогательно убрали. У меня подгиб висит на иголках. Все отлично. Просто отлично. Провязываю на всех иглах один ряд. И буду на нем формировать отверстие для шнура. Ажуры. Как часто я хочу делать отверстие. Если делать очень часто, будет грубая стяжка на затылке. Поэтому делать будем через 4 петли. отверстие отверстие. Чаще не стоит. Еще раз повторю, что получается очень грубая стяжка, если делать очень часто. Поэтому очень редко тоже нельзя, но и чистить не стоит. Один ряд я провязываю. не забывая плотность поменять на рабочую, если вы делали на подгиб пико уменьшение плотности. И теперь делаю обычные ажуры. То есть 4 иглы не работают, с 5 снимаю петельку. 4 работают, с 5 снимаю петельку. Это в общем-то оптимальное такое количество. Можно через 5. Но чаще не стоит, опять же говорю, потому что когда у нас очень маленькие вот эти стяжечки будут, они сильно утолщают на голове. Мешок создают очень грубый. поэтому убираем через 4 5 иглу в заднее нерабочее положение. Через 4, через 5. Все петельки рабочее положение угла провязываю еще ряд. Либо 2 ряда. Надо учесть, что это все идет в расчет вязания, но пока еще я не поменяла ниточку. Стяжку я буду делать на фиолетовом фоне. Второй ряд. Так, можно на этом и остановиться. Теперь брать уже нить основного цвета. Это у меня темно-сиреневый, а основная шапочка светло-сиреневая. Темно-сиреневый мне больше не нужен, пока я его могу даже оторвать, отрезать, потому что он мне понадобится только на обвязке. Обнуляю счетчик. Вязать не надо будет. 52 ряда, поэтому счетчик никуда не убираю, не снимаю. беру основная плотность пятая, основная ниточка, два ряда провязываю. Два ряда провязываю и начинаю формировать рисунок. здесь закрепляю нитки, чтобы они никуда не убежали. Раз, два. Так, ажуры для шнура. вот они, они прекрасно оформились, все, ажуры есть, пико закончено, все прекрасно провязано. Два ряда рисунка провязано, осталось 50. Теперь формируем сам рисунок. Помните, две петли у нас работают, третья, сейчас сниму на соседнюю, 4, одна не работает, 2, одна, 4, одна, проверяю еще раз обязательно, прежде чем я буду переснимать петли на иголке на соседней, я проверяю еще раз, выдвигаю и все. 2, 4, 2, 4, 2, 4, у меня вот так и идет мой рисунок. 2, 4, 2 иглы, 4, 2, 4, 2, 4. Я должна убедиться, что я ни в чем не ошиблась. Так, 2 иглы, 4, 2, 2, 4, 2, 4, 2 с одной стороны, 4 с другой. Это обязательно. Все. Теперь, убедившись, что все в порядке, я спокойно снимаю мои петли, вот эти, которые я выдала вперед, на соседние иголки. Причем, желательно делать это одинаково. То есть, я снимаю на те части, которые по 4, на широкие части. Вы можете снимать на узкие, это не важно, главное, делать это симметрично, везде одинаково. Снимаем, убираем иголки. В принципе, можно было оставить вот этот рисунок и с ним формировать отверстие для шнура, но я не стала все в одну кучу, смещать все в одну кучу и шнур, и рисунок, и пико, и все-все вместе. Мы разделили это. Сделали отдельно пико, отдельно для шнура отверстия, и сейчас вывязываем рисунок. Просто с них вот таким вот образом пересаживаю все петли на соседние иглы. Все выдвинутые вперед. У меня выдвигало вперед 2, 1, 2, 4, 2, 4, теперь вот те, которые иглы были впереди, которые я отмечала, они уходят назад. Получается то же самое. 2, 4, 2, 4, только между ними иголочки ставят в заднем нерабочем положении. Я делаю дорожку из петель в заднем нерабочем положении. Все очень просто. Рисунок очень простой, но интересный. Если ниточки тоненькие, вязать свободной вязкой, это будет совершенно очаровательный ажур. Если ниточки достаточно плотные, будет очень интересное вязание. Такие дорожки сходящиеся, расходящиеся. вы все это увидите. Я надеюсь, что вам этот рисунок тоже понравится. Так, самое главное, как, собственно, во всех ажурах, во всех рисунках, правильно выставить иглы в самом начале. если иглы выставлены правильно по количеству по рапорту, то и весь рисунок без проблем будет красиво аккуратно связан. Наша задача была основная сделать так, чтобы при сшивании шапочки нигде не было сбоя рисунка, чтобы он как шел по кругу, так и шел, чтобы не было видно шва. Так, все. 2, 4, 2, еще раз проверяем, 2, 4, 2, 4. Все, нигде не ошиблась. Все правильно. И теперь, учитывая, что я только сейчас сняла вот эти вот петли, у меня 52 ряда, два из них провязаны, теперь у меня осталось 50. Что получается? 50 я буду делать пересадки, сдвигать петли на соседние иглы, сейчас вы увидите, о чем я говорю, через равное количество рядов. 50 отлично делится на 5. Через 10 это мало, через 6 у меня не получится оформить до конца рисунок, поэтому буду делать через 5 рядов. Итак, обнуляю счетчик, чтобы он мне не мешал, не смущал меня этой двоечкой. Провязываю 5 рядов. Иглы стоящие сзади, так сзади и стоят. я вяжу на иголках 4, 2, 4, 2. Задняя игла стоит сзади. 5 рядов. На рабочей плотности 2, 3, 4, 5. Провязали. И теперь начинаю собственно сам рисунок. Видите, у меня 4, 2. Так вот, я из 4 делаю 2 петли, пересаживая их на соседние. Те, которые сзади стояли, они сзади и стоят, только меняются иголочки. Сзади все время стоят иглы. только там, где у меня было 2 петли, теперь становится 4, а где было 4, становится 2. Видите, я убираю, от 4 игл забираю по одной, пересаживаю на соседние, на свободные, и у меня получается 4, 2, 4, 2, 4, 2 иголки, только они меняются местами. Там, где было 4 иглы, становится 2. Было 4, стало 2. Было 4, стало 2. Очень простой рисунок, самое главное, когда мы провязываем 5 рядов, не забыть сделать вот эту пересадку на соседние иголки. Это даже не косичка, это все гораздо, гораздо проще. Эти расходящиеся дорожки вывязываются вот так, вот так просто. У нас всегда игла находится в заднем нерабочем положении, вывязывает дорожку, но получается, что дорожка просто меняется, вот такая змейка пойдет, рисунок змейка. Так вот, смотрите, то, чего мы добивались, у нас 4, 2, 4, 2, так, все, отлично. Ставим иглы, которые стояли сзади, так сзади и стоят, эти все подравниваем в рабочем положении, 5 рядов. И делаем то же самое, у нас провязано 10 рядов, и моя задача теперь из 4 петель сделать 2, разнести петли на соседние. То есть, там, где у меня было 2 иглы, теперь 4. Там, где было 4, теперь 2. Моя петля вот так вот и будет ходить зигзагами. Вот и весь рисунок. Вот так вяжем до конца нашего нашей шапочки. До начала обвязки и ушек. То есть, сейчас мы с вами выбежем ушки, но сначала мы провяжем 50 рядов вот таким замечательным рисунком, змейками, пересаживая петельки. Вы видите, это не сложный рисунок. Он хоть и ажурный, хоть и ручной, ручные пересадки, ручная прокладка нити, вы можете, если очень лень, выбирать свой рисунок. Тут все на самом деле не так сложно. Но рисунок не сложный, не требует каких-то особых усилий, поэтому провязать его можно и руками. Тем более, шапочки небольшие для деток, не так много нужно прилагать усилий. Итак, пересаживаем до конца все петли 2,4, 2,4. То, что ушло назад, сзади остаются. Все, что ушло сюда, пересаженные иглы, ставим в рабочее положение всей иголки. Сзади, только из заднего положения иглы не забираем работу, проверяем язычки, если надо, 5 рядов провязываем и опять меняем местами иглы, чтобы у меня получилось 2,4, только где было 2, становится 4 иглы, где было 4, становится 2 иглы. вяжем нужное количество рядов в нашу шапочку и останавливаемся, будем вывязывать ушки. Провязали 50 рядов, вот видите, получается вот такое очарование, вот такие вот змейки. В итоге того, что мы пересаживали петлю с одной иглы на другую, у нас вот такие вот змейки пошли. Змейки можно делать все в одну сторону, можно вот так симметрично, можно как угодно, можно в хаотичном порядке, они все равно будут смотреться очаровательно. Теперь ушки. Ушки можно и не делать на самом деле, если вы не хотите, ушки не обязательны, но их можно и сделать. Главное немножко хотя бы подвести вот эти вот сантиметры и плести их в рисунок. 7 сантиметров это 16, ну, исходя из нашего расчета, 16,8, 16 игл беру. То есть все иголки ставлю в переднее нерабочее положение. Ой-ой-ой. от нулевой 16 игл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Вот 16 игл. Смотрю, чтобы было более-менее симметрично. Эти все впереди стоят. 16 игл. Симметрично в смысле вот относительно рисунка, чтобы у меня где-то серединка была и пересаживаю. Крайние пересаживать не буду, они сейчас прямо уйдут у меня из работы. Так. И предварительно, для того, чтобы не запутаться, потому что я сейчас начну вывязывать и, естественно, забуду, куда мне, до каких пор мне возвращать петли. Ограничиваю ушко на машинке. Я мелом отмечаю, у кого нет, нет возможности отметить мелом, наклеивайте кусочки пласты или бумажного скотча. он легко отрывается и не портит машинку. Отметили, теперь я точно буду знать, куда мне возвращаться, до каких иголок. И пересаживаю петельки. Пересажу, пересажу. Так, не запутаться. Все, где моя петля, вот эта вот стоит здесь. перекосились. 3-3, только они вот так немножко перекосились. Отлично. Беру нить. Рабочее мне понадобится еще рядочек, поэтому могу отмерить на пару рядов ниточку и провязываю ушком. Один ряд провязала. на счетчике отметка идет, что я провязала. Так, ставлю нолик один ряд и иголку, две иглы в заднее рабочее положение. Так, две. Еще ряд. Еще две иглы. Раз, два, три, четыре. так. Еще ряд еще. Три, четыре. Еще. Пять. Возвращаю назад. Пять рядов провязала. петельки сюда. Три, четыре. Все, оставляю. Или провяжу еще пять и верну петельки сюда. тогда у меня 10 рядов провязано. Ушко остренькое получилось. Отлично. Отреваю иголочку. Ниточку, она мне больше не нужна. То же самое, абсолютно то же самое делаю с другой стороны. Вернула их назад, потому что тогда у меня не сбивается рисунок. четыре, две, четыре, две. Так у меня и продолжается. И не будет никакого сбоя. То же самое делаю с другой стороны. Провязываю 10 рядов и такой вот уголок ушка. Не двойное ушко, а одинарное. Один уголок вот такой вот идет. В этом отличие вот таких ушек. я вяжу только одну часть, не двойную. Двойные части мы вяжем на подгибах. Сейчас я делаю только в одну сторону ушка. Симметрично на второй стороне то же самое. Провязала два ушка. Все иголки у меня стоят как надо. Теперь смотрите, я буду делать обвязку. В обвязке мне нужны все-все-все петельки. То есть мне не должно быть никаких ажуров. Поэтому я ставлю все иглы в рабочее положение. И сейчас я уже начинаю обвязывать краешек обвязку нашей шапочки. Обвязка через по 2 петли как я посчитала. Но мне очень не нравится обвязка по 2 петли. Я хочу обвязку по 3 петли. Потому что 2 все-таки это слишком ажурно. Смотрим, что я могу сделать. У меня сейчас 86 петель. 86 на 3 не делится. 87 делим на 3 делится 29. Значит моя задача добавить одну иголочку. Это я вполне могу сделать. Просто перенеся петлю сейчас вам покажу. Так с этого края. Просто добавляю одну петлю. Это не страшно. и забираю ее из предыдущего из предыдущей петли. Протяжку у меня получается 87 петель. Мне нужно 87 рабочих петель плюс 2 краевых, которые принимать участие в обвязке не будут. Они пойдут на сшивание. Поэтому добавила необходимое количество петель. Мне нужна одна петелька с одного края. У меня получается 87 рабочих петель за исключением краевых. И сейчас я начну делать обвязку. Но предварительно провяжу один ряд на всех иголках для того, чтобы выровнять все. Или даже два ряда. У меня закроются все ажуры, которые здесь совершенно не нужны. Для этого я оставляла такую длинную ниточку. провяжу. Взбиваю все обкрутки, если они получились. И все. У меня чистые петли, на которых я вполне спокойно могу выполнять обвязку. Сейчас и буду это делать. Меняю нить на отделочную и подходим к завершающему этапу оформления нашей шапочки. Начинаем выполнять обвязку. Помним, что крайняя петля у меня участия в работе не принимает. Я ее снимаю на вспомогательную ниточку, завязываю узелок, чтобы она не потерялась. Я оставляю до сшивания. Когда буду сшивать, я ее закрою и воспользуюсь этой ниточкой. Итак, ставлю все-все иголки в переднее нерабочее положение, кроме трех, на которых я буду выполнять этот вариант обвязки. На самом деле обвязок очень много. Сейчас мы с вами посмотрим только один из них. Самый такой, не самый простой, но обычная обвязка. Три иглы работают, отделочная ниточка. Можно даже плотность поплотнее поставить, чтобы не растягивать вязание. Три иглы провязываем. Щетчик можно убрать, чтобы не портился. Так, раз, не обвиваю, только не обвиваем иголки, стоящие рядом. Два закрепляем нитку. Три четыре пять шесть. Теперь смотрим, насколько длинное получилось провязанное полотно. На самом деле недостаточно длинное, я провяжу еще пару рядов. Семь, восемь. Моя задача сделать так, чтобы нитка оставалась с этой же стороны, с краю. То есть не внутри полотна, а с краю. Шесть рядов я провязала. В общем-то этого достаточно. Чем больше рядов вы провяжете, тем ажурнее будет ваше полотно. берем его, снимаем на соседние три иголки. Их в рабочее положение провязываю тоже восемь рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, смотрите, восемь у нас петелька стоит, можно шесть. Пять-шесть провязала шесть, попробую шесть. Конечно, на вязание экспериментировать лучше не экспериментировать. Это нужно сделать заранее, посмотреть, как вы будете обвязывать, шесть или восемь. Иногда даже десять рядов делать, тогда будут совсем такие ажурные, ажурные петли. Но в данном случае нам не нужен такой очень свободный край. шесть, вполне достаточно. И продолжаем так вязать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В некоторых случаях обвязка может даже стягивать полотно, являться стяжкой, поддержкой полотна. Все, собственно, вот это и есть наша отделка, наша отделка края связанного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Самое главное, не обвить иглу, стоящую рядом. Не надо ее ни в коем случае обвивать, иначе вы привяжете нашу обвязку к иголкам стоящим рядом и будет совсем другой эффект. Вот что у нас получается. Вот такая вот красота. И таким вот образом мы продолжаем оформлять наше вязание до конца. Пересаживая каждый раз три иголочки на соседние. Когда мы провязали обвязку на плит последних шести на трех иголках пересаживаем на последние три иголки. Вот эта у нас иголка не работает, она пойдет на сшивание. И закрываем. То есть мы пересадили обвязку и не вяжем шесть, потому что эти шесть рядов нам уже будет просто некуда пересадить. мы аккуратненько это все закрываем. Удобным способом я закрываю простой косичкой. И на этом наше вязание закончено. Сейчас мы быстренько прикинем на куклу что у нас получается. Закрываем все четыре петли. Все. Шапочка готова. Машинка больше не нужна. Сейчас будем мерить на куклу. пока только прикинем что получилось. Потому что шапочку нужно будет еще привести в себя. Видите вот эта обвязка она может оттопыриваться ее нужно будет подогнуть чтобы она легла хорошо отпарить или постирать посмотреть по обстоятельствам и сейчас будем зашивать шапочку. Берем нашу шапку примеряем на куклу. Так это будет идти здесь ушки здесь все будет сшито здесь собрано на макушке в общем-то все получилось как нам было нужно. Видите обвязка вот так украшает краешек нашей шапочки можно так и оставить а можно опустить и припарить чтобы она таким ажурчиком шла по самому краю. вот наша задача сейчас первая сшить шапочку по заднему шву от края до края мы должны ее сшить то есть вот здесь мы сшиваем за один петельный столбик как вам удобно можно сшивать крючком можно сшивать иголкой и сшиваем наш заменитель помпона его только иголкой самый лучший способ для таких вот частей вязания которые не несут на себе нагрузки и не должны растягиваться и быть очень плотными сшивать лучше иглой а такие те части которые у нас несут нагрузку они будут растягиваться от того что мы надевать на голову будем а их лучше соединять косичкой потому что она плотнее она не даст полотну расходиться растягиваться и будет хорошо его держать и в то же время когда мы сшиваем иглу можно натянуть полотно и она будет как бы подрастянуто легче садиться если мы сшиваем иглой и ниточкой пропуская через каждую петельку у нас натянутый полотно на длину нитки поэтому выбираем способ который вам больше нравится каким вы привыкли тем и сшиваем я вам сейчас покажу как сшивать и крючком и иглой берем сиреневую ниточку и сшиваем основную часть полотна обязательно берем булавочки и скалываем полотно чтобы не ошибиться всегда когда мы сшиваем вязание мы скалываем особенно если у нас какие-то горизонтальные полосы или горизонтальный рисунок нам его надо выровнять начало и окончание нашего вязания подравниваем если мы этого не сделаем очень велика вероятность что мы ошибемся так и серединке так просто тоже соединяем чтобы было ровно особенно бывают проблемы когда часть вязания перетянута на одну сторону такое к сожалению бывает это бывает брак машины иногда бывает брак пряжи у нас одна сторона получается немножко длиннее другой и во время процессе сшивания мы можем этот брак подправить то есть мы подтягиваем одну сторону переспосаживаем другую в итоге после тепловой или влажно-тепловой или стирки у нас изделие нормально усаживается и никто не догадается что был вот такой нашей стороны допущен брак так все теперь берем нитку это у меня осталась длинная ниточка могла не отрывать основную нить но я оторвала поэтому просто их свяжу нить с той которая у меня осталась чтобы не оставлять хвостики беру крючок так здесь у меня оставалась петелька свободная она у меня на одну я закрыла вторая у меня осталась на бросовой ниточке висеть сейчас я эту ниточку могу убрать ничего не скинуть никуда лишние ниточки так и теперь я буду связывать мое вязание один петельный столбик здесь не нужна вспомогательная не нужна ищу петельный столбик раз ну и в качестве петельного столбика вот эта уже ниточка и пойдет петелька два все натягиваю вязание пальцами еще лучше если оттянете чем-то вот я например когда вяжу когда шиваю оттягиваю коленками вязание коленками в одну сторону рукой в другую у меня очень натянутое вязание и всегда очень аккуратные швы поэтому получается если вязание не натягивать будет стяжка большая это не хорошо и берем целый петельный столбик его отлично видно и сшиваем то есть мы создаем косу просто вяжем косичку натягивая полотно пальцами в длину и натягивая обязательно нить которую мы сшиваем если мы хорошо все стянем и в то же время крепко сошьем у нас не будет никаких видимых швов все будет очень красиво и аккуратно смотреться петельный столбик это вот такая косичка одна по боку идет ее мы совершенно спокойно забираем крючком и сшиваем таким способом до конца поддерживая вязание обязательно подтягивайте и вязание и нить создаем петлю пропускаем крючок в один петельный столбик во второй петельный столбик и вытягиваем петлю из рабочей нити и смотрим что у нас получается сзади очень аккуратно очень аккуратный шов так сшиваем до конца до нашей отделочной части сшиваем нашу верхнюю часть ниточкой которая оставалась помните я вам говорила оставить ниточку и собственно то же самое делаем берем один петельный столбик первый с одной стороны петельный столбик с другой стороны петельный столбик выводим уголку вдоль петельного столбика с одной стороны вдоль петельного столбика с другой стороны и там где мы выходили заходим с другой стороны главное это делать напротив чтобы целый петельный столбик у нас ушел несколько раз провязываем прошиваем извините прошиваем прошиваем потом делаем стяжку у нас стягиваются петельные столбики так что их и не различить не растянуть сразу стягивать не обязательно мы проходим несколько несколько раз иголочкой 1 2 3 4 5 и стянули все тяжко просто отлично не видно ничего но зато как я вам говорила когда сшивали косичка если косичку я еще как-то могу растянуть за счет того что есть я растягиваю процессе сшивания то что что я сшиваю вот так вот ниточка и растянуть уже не могу у меня шов равен длине нитки нитка не тянется она не эластична этот шов косой более эластичен именно в том месте где мне нужно будет растяжка вот как например на голове на короне растяжка не нужно поэтому сшиваю ее до конца и мне останется только стянуть макушку и подшить шнуры к ушкам и стянуть макушку оформить сшиваем до конца сейчас будем вывязывать шнуры для оформления шапочки вяжем шнур для стягивания макушки три иголочки если у вас нужны грузики значит со сбросовой ниточки самое главное ставьте хвостик мы на хвостик навесим бусинку меня три иголочки мне грузики не нужны я начинаю обвивом и вяжем на рабочей плотности 3 на 3 иглах плотно завязали елок поехали вязать провязали какое-то количество рядов потянули у нас эти три петельки сошлись совершенно чудный шнур шнур причем когда мы потянем когда снимем с машинки я даже не найду где у него начало где конец он совершенно круглый и как как такая плетеная веревочка поэтому вы такие вот шнуры очень хорошо выполнять для любых отделка вяжется видите как быстро мы просто вяжем полотно потом тянем мы связали несколько рядов потянули у нас получился шнур в два раза длиннее чем связано полотно поэтому периодически тяните и смотрите сколько вам нужно сантиметров это шнура на самом деле его можно мерить измерять уже метровой ленты или или линейкой он уже не деформируется то он какой есть такое будет то же самое мы делаем и на шапочке вот у нас есть уголки вывязаны за самый кончик вот этих уголков навешиваем на три петелечки вязание вяжем шнур на нужную длину и оставляем маленькие хвостики ну здесь можно бусинки навешивать но на завязках скорее всего бусинок не будет поэтому здесь просто шнур который мы будем которым будем закреплять макушку а на завязки вечно навешиваем уголки ушки наши на машинку и точно также вывязываем эти шнуры 3 петли это самый хороший шнур 4 он уже будет более толстый 2 он будет совсем тоненький смотрите я все время вижу из 3 на 3 петелька получается самый оптимальный вариант шнура если очень толстая не это кажется две иглы если ниточка совсем тоненькая можно и на четырех иголках это зависит от того какой ниткой вы вяжете и обязательно попробуйте сначала что у вас получается и увязываем вот так вот три шнура две завязочки и одну стяжку назад так у нас получается вот завязочки на ушках обвязка и не показала что делать обвязка видите сзади она осталась на сначала ниточки окончания просто связываем между собой ниточки и видите что получается у нас обвязка как будто бы и не прерывалась эти ниточки мы сперс спрячем все нитки которые у нас были внутри мы отсюда нитки спрятали внутри подгиба все что можно спрячем чтобы нитки нигде не болтались ниточки которые начинаются от шнуров тоже сейчас уберем внутрь то есть нигде никаких не так нет все нормально все отлично моя задача сейчас разобраться с верхней частью осталось только макушка ищем где у нас шов вот он шов вот здесь у меня идут ажуры вот так вот они идут моя задача сейчас продеть шнур и затянуть но проблема в том что у меня шнур такой эластичный и он очень некрасиво мне стянет макушку поэтому мне нужно стянуть чем-то более прочным и крепким а шнур чисто декоративную функцию несет поэтому я протягиваю и шнур и крепкую нитку которая будет у меня являться стяжкой берем крючок либо еще как 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 вам удобно у меня есть очень длинный крючок я такой длинный крюк есть как раз для продевания резинок или шнуров или чего угодно так и просто через один ажур делаем все то то что делается всегда то есть мы сейчас насколько хватает нашего крючка или иглой или чем вы там будете это делать через ажуры вы так вот так наверное тоже вот последний раз вы видите нет это уже не стоит слишком закрутилась так не жадничай и продеваем шнурок шнур и нить шнур и нить за самый кончик конечно зацепили шнур шнур зацепили нить закрыли язычок протянули все теперь в обратную сторону будем делать то же самое здесь видите все очень хорошо осталось совсем чуть-чуть несколько разочков протянуть и все и теперь шнур стороночку а ниткой которые мы протянули вместе со шнуром начинаем стягивать делать стяжку и шнур подтягивайте тоже чтобы он не за не сдерживал нам вязание стягивание смотрим насколько крепко все получается видите макушка вся ушла все отлично шнур подождет сейчас этой крепкой ниточкой мы связываем нашу нашу макушку стягиваем конечно чтобы не порвать но чтобы она очень хорошо держал шнур слишком эластичные для таких вещей нужна нитка желательно чтобы кто-то вам помог подержал ее чтобы макушка была закрыта полностью под самый корешок не отрезаем чтобы не распустилась излишки убираем подгибчик чтобы ничего не торчало и теперь вот наш шнур тоже завязываем и оформляем как угодно я сделаю бантик и у меня есть такие вот бусины можно продеть его в бусинку сейчас покажу вам секрет продевания реже это тоже очень интересно небольшая ниточка проще всего продеть бусину шерстяную ниточку при помощи катушечной нитки продеваем петельку так вот нитку как бусинку ниточку и потянули за петельку мы моментально в деле в бусину в петлю в шерстяную ниточку в бусинку все теперь мы всего лишь завязываем узелок с этой стороны вот здесь у нас тяжка готова я завязала бантик теперь завязываем узелок на бусинке на одной закрепляем бусинку вторую убираем здесь вот все узлы закрепляем ниточки и наша шапочка готова ее можно выстирать можно на каждую кончик навесить бусинки будет еще и еще симпатичнее не зря ниточки оставляли на каждый хвостик надеваем бусинку закрепляем можно просто завязать закрепить стяжкой такой просто завязываем узелок крючком бусинка закреплена ниточку убираем внутрь подгиба нашей нашего шнурка и лишь лишнее обрезаем получается шнурок с бусиной вот так же при помощи вот такой просто сложной пополам ниточки вдеваю ее в бусинку продеваем шнурки убираем все ниточки с каждого шнурка так получается у нас отличная шапочка все прекрасно стянуто нитки все убраны вот такая вот замена помпона ушки вывязаны как мы хотели рисунок сохранен такие ушки небольшие можно их не делать можно делать обвязка закрыла нам все все открытые петли мы закрыли обвязкой отлично сшили все все швы ничего нигде не видно и шапочка готова можно надевать и носить все дошили все отлично улеглось вот этот наш хвостик который получился мы можем оставить так можем свернуть вот так можем оформить как зонтик то есть все что угодно это уже ваша фантазия еще и зависит от того как пряжа ляжет то есть если шерсть ляжет вот таким зонтиком значит у вас шапочка с зонтиком внизу бантик ведь наш бантик бусинами сверху отличный зонтик необычная действительно необычная отделку такой шапочка зонтик ушки обвязка завязочки на шеи шов отлично сделан все очень хорошо мы с вами молодцы мы выполнили совершенно замечательную шапочку сиреневое настроение зонтиком